Здравствуйте, мои уважаемые зрители! На дворе она 14 марта, и сегодня я хочу немножко отклониться от той традиции, которую соблюдаю несколько дней, и говорить в первом материале о событиях, ну не совсем отстраненных от той войны, которая происходит на Украине, но тем не менее более-менее далеких. Сегодня я хочу поговорить об очень важном, ну и скажем, важнейшем событии, которое произошло вчера. Да, оно произошло не на линии боевого столкновения, оно произошло на Западной Украине, тем не менее к военному результату на фронтах войны в Украине оно имеет самое непосредственное отношение. Вчера утром, когда оно произошло, было еще непонятно, каковы будут последствия, но к вечеру стало ясно, что последствия для ВСУ были просто катастрофические. Итак, по порядку, что же произошло? В течение двух минут некоторые жители украинских сел Волыни наблюдали пролет одновременно 7 крылатых ракет калибр. Украинские селяне предположили, что эти ракеты летят на Киев. Тем не менее, спустя несколько минут они приземлились на Яваровском полигоне. За две минуты туда попалось 7 крылатых ракет. В результате, по официальным данным, 35 человек погибло и 134 получили ранения. Причем большая часть из этих людей были представителями так называемого иностранного легиона, который формировался на протяжении последних дней на Украине. Численность этого легиона предполагалось довести до 2500-3000 человек, то есть полноценной бригады, которую в ближайшее время предполагалось бросить на линию фронта. Причем значительная часть солдат, которые дальше должны были воевать в этом легионе, прибыла на базу в Яваров буквально за несколько часов до этого события. Они уже успели об этом написать в своих социальных сетях, похвалиться перед родными, друзьями, знакомыми, что вот мы добрались, мы уже все здесь, начинаем организовываться и пойдем воевать с Россией. А спустя несколько часов некоторые из них из Польши писали «Все, мы возвращаемся домой». Те, безусловно, кто выжил в этой катавасии. Причем спустя несколько часов те люди, которые формировали вот этот так называемый иностранный легион, так вот они сообщили о том, что временно формирование иностранного легиона приостанавливается до особого распоряжения. Он, правда, не назвал причину, а причина банальна и проста. На Явровском полигоне за две минуты с семью ракетами «Калибр» 200 человек из этого несостоявшегося легиона было убито и ранено, а остальные быстро сбежали в Польшу. И сказали, что больше они в Украину ехать воевать не будут. Потому что это не легкая прогулка. Это действительно война, которой западные обыватели, западные так называемые добровольцы психологически оказались не готовы. Первый же реальный удар показал, кто они есть на самом деле. Кстати, обратите внимание, что это очень резкий контраст с боеспособностью регулярных частей ВСУ, которые, давайте отдадим должное, сражаются очень храбро и зачастую до конца. Это лишний раз показывает, что украинцы, они не европейцы. Что и русские украинцы, они по сути принадлежат к одной цивилизации. С одной, по сути, ментальностью, которую Запад упорно пытается расколоть на части. Вот это то, что я хотел сказать в этом сегодняшнем первом коротком выпуске. Также ввиду появившегося случая мошенничества на моем имени, хочу здесь кратенько сказать очень важный момент. Официальные страницы автора, где публикуется первичка вот этих видеоматериалов, которые вы видите, их всего три. Это мой телеграм-канал, Юра Сумы, никаких там Юрий Подоляка, Юрий Подоляка бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Все это не имеет ко мне никакого отношения. А когда вы прочитаете, подчеркиваю, не услышите, а прочитаете, потому что голосом это вам никто никогда не скажет, потому что я этого не говорю, что я якобы создаю секретные чаты и за деньги туда можно попасть, вот сразу определяйте, это мошенники. То есть это люди просто пользуясь, прикрываясь моим именем, создали канал для выманивания у вас денег. Я таким никогда не занимался, никаких секретных каналов у меня не было, нет и не планируется. Всю информацию, которую я имею, я выставляю в открытый доступ, более то всегда и всех призываю распространять всеми возможными способами. А потому те каналы, которые это делают и не собирают денег, вот их я приветствую. Единственное, все-таки я очень прошу давать ссылки на первоисточники. А ссылки на те каналы, которые являются официальными, они всегда приведены в закрепленном комментарии под всеми моими видео на моем YouTube-канале, которые, я думаю, что на сегодняшний момент спутать уже ни с чем нельзя. Вот это то, что я хотел сказать в конце. На этом пока все. До свидания. Ждите следующего выпуска. Он будет посвящен сфотке с фронтов. Всего доброго.